Привет, друзья! Сегодня с вами Маша. И сегодня мы будем читать сказку про домовенка Кузи. Давайте начинать. Наташа усадила мокрого Кузьку на батарею. Рядом лапти положила, пускай тоже сохнут. Если у человека мокрая обувь, он простудится. Кузька совсем перестал бояться, сидит себе, придерживая каждый лапоть за веревочку и поет. И стопили баньку, вымыли в аваньку, посадили в уголок, дали кашечке комок. Наташа придвинула к батарее стул, сказала, закрой глаза. Кузька тут же зажмурился и не подумал подглядывать, пока не услышал, пора, открывай. На стуле перед Кузькой стояла коробка с пирожным, большими, прекрасными, с зелеными листиками, с бело-желтыми, розовыми цветами и сладкого крема. Мама купила их для новоселья. Наташа разрешила съесть одно или два, если уж она очень соскучится. Выбирай, какое хочешь, торжественно сказала девочка. Кузька заглянул в коробку, наморщил нос и отвернулся. Это я не ем, я не козел. Девочка растерялась. Она очень любила пирожные. Причем тут козел? Ты только попробуй, нерешительно предложила она. И не проси, твердо отказался Кузька и опять отвернулся. Да как отвернулся? Наташа сразу поняла, что значит слово отвращение. Поросята пусть пробуют, лошади, коровы, цыплята поклюют, утята, гусята пощиплют. Ну зайцы пусть побалуются, леший пообкусывает. А мне, Кузька похлопал себя по животу, мне эта пища не по сердцу. Нет, не по сердцу. Ты только понюхай, как пахнут, жалобно попросила Наташа. Чего-чего? А это они умеют, согласился Кузька, а на вкус трава травой. Видно, Кузька решил, что его угощают настоящими цветами, розами, ромашками, колокольчиками. Наташа засмеялась. А надо сказать, что Кузька больше всего на свете не любил, когда над ним смеются. Если над кем-то, еще-то, пожалуйста. Можно иногда и самому над собой посмеяться, но чтоб другие смеялись над ним без спроса. Этого Кузька терпеть не мог. Он тут же схватил первое попавшееся пирожное и отважно сунул его в рот. И сейчас же спросил, фа-фа-фи-фе или фто-фа-фа. Девочка не поняла, но Лохматик, мигом расправившись с пирожным и запустив руку в коробку, повторил, «Сама печешь или кто помогает?» И давай пихать в рот одно пирожное за другим. Наташа задумалась, что она скажет маме, если Кузька нечаянно съест все пирожные. Но он съел примерно штук десять, не больше. И на прощание, заглянув в коробку, вздохнул. «Хватит хорошенького понемножку, эдак нельзя. Все себе да себе, надо и о других подумать». И начал считать пирожные. Тут еще осталось Сюра угостить. Афоньку, Адоньку, Муколочку и Сосипатрику хватит. И Лутонюшке, и бедненькому Кувыке. Я их тоже сначала обману. «Ну, ешьте, мол, ешьте, угощайтесь, пусть тоже думают, что цветами подчую. И угостим, и насмешим, то-то все будут рады, радехоньки». Нахохотавшись в сласть Кузька, обернулся к Наташе и заявил, что у Люлюшечки никак не хватит. «Чего не хватит?» – рассеянно спросила девочка. Она все думала, что сказать маме о пирожных. А еще думала про Адоньку, Афоньку, Вуколочку, а Люлюшечки, говорю, на всех не хватит. Не красная с бауглами, а красна пирогами, эдаких вот с цветами. Кузька даже рассердился и, видя, что девочка не понимает, о чем речь, ткнул пальцем в пирожные. Вот они, а Люлюшечки, эти самые пироги цветочные. Я же говорю, невразумиха ты, непонятливая. А еще смеешься. Вот такая, ребятки, сказка. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.